В Тургутском культурном центре Порт открылась выставка Порт Анимир, посвященная первому пятилетнему юбилею студии мультипликации Аниматика. До 26 декабря жители и гости города могут полюбоваться авторскими и коллективными работами юных мастеров, а также увидеть творческие работы победителей городского конкурса Мульткульт. В минувшую субботу состоялось торжественное награждение. За происходящим наблюдала наша съемочная группа. Многие из этих юных талантов, ждущих объявления своего имени для награждения, здесь впервые. Возраст такой, чуть больше пяти. Сегодня хочу рисовать, завтра срочно на танцы, а послезавтра на хоккей. Главное не сопротивляться, уверены специалисты. Пусть ребенок определяется. Вот Макару, к примеру, одно другому не мешает. Я сейчас хоккеем занимаюсь, у меня времени нет. А на рисование когда находишь? Ну, когда есть свободное время. То есть только как хобби. А серьезно, ты занимаешься хоккеем. А почему хоккей? Ну, просто у меня папа хоккеист, и он тоже меня отхвалил. Ты не сопротивлялся? Другая финалистка Валерия без труда освоила художественную технику реализма. Сама. Прямо сама-сама? Так, а что рисовала? Ну, карамелька на фоне красивых скульптур, и я изображала ее. И я вот делала вот красивую картину, и вот это. Получилось-то хорошо? Да. Ты довольна? Да, и реалистично. А Ксения уверена, что станет художником, причем известным и высокооплачиваемым. Заниматься серьезно и зарабатывать на этом большие деньги. Угу. Хорошая идея, да? Угу. А как ты считаешь, у тебя хорошо получается? Да. Ну, значит, так оно и будет. Угу. Дети от 5 до 18 лет писали работы на тему мультипликации, анимации, как они видят себя. Они рисовали своих новых героев и представили их нам на конкурс. Лучшие работы были отобраны, и они представлены сегодня на выставке. Организаторы количеством и качеством заявленных юными художниками работ довольны. 17 ребят безоговорочно прошли в финал, и каждый получил соответствующее звание. Папа и мамы победами своих маленьких художников, конечно же, гордятся. Мне вот мои родители подсказали, что обязательно нужно заявляться в конкурсы, участвовать, потому что у ребенка явно есть к этому талант. Ну, я так думаю. Что вы и сделали. Да, что я и сделала. Кстати, это впервые. И не пожалели. Абсолютно. Впервые заявились в конкурс, и сразу же попали финалисты. Кстати, Дни открытых дверей в культурном центре Порт проводят каждую неделю. Если будет время, обязательно сходите сюда всей семьей. Дни открытых дверей у нас проводятся по субботам. Они бесплатные. То есть дети приходят, мы устраиваем мастер-класс по пластилинговой анимации, по бумажной анимации, по песочной даже анимации и по компьютерной анимации. То есть для того, чтобы они пришли, ощутили это сами на себе, как это вообще понравится, не понравится, а дальше они уже сами решают для себя, хотят они заниматься этим в дальнейшем, либо нет. Выставка, посвященная пятилетию студии мультипликации, будет открыта до 26 декабря. И кто знает, может быть, именно из этих работ нарисованные герои когда-нибудь оживут и станут популярными во всем мире. Виталий Туропов, Денис Зонов, Сургут, Интерновости.